Сергей Иванович Гусев, российский революционер, большевистский советский партийный деятель, член РСДРП с 1896 года, Кант, ЧАЭЛ, ЦК, ЧАЭЛ, ЦКК, ЧАЭЛ, Президиума ЦКК, ОСН, СЕКР, ЦКК, СЕКР, ЦКК, Биография, сын учителя, детство, провел в городе Борис Агэпске, до 1884 жил в селе Надеждино Сердобского уезда Самарской губернии, В 1884-1886 жил в Сердобске, в 1887 году переехал в Ростов-на-Дону, где поступил в третий класс реального училища, которое окончил в 1892 году В 1893 году пытался поступить в Петербургский технологический институт, но не был принят, жил в Одессе, Ростове В 1896 году поступил в Петербургский технологический институт, вступил в Союз борьбы за освобождение рабочего класса После участия в студенческой демонстрации 4 марта 1897 года был арестован 21 марта, при обыске у него были найдены социал-демократические брошюры После этого в 1899 году Гусев был выслан в Оренбург, а затем в Ростов-на-Дону под гласный надзор полиции С 1900 по 1903 был сотрудником в Приазовском крае Ульданской речи работал в Донском партийном комитете РСДРП, который возглавлял некоторое время В 1900-1901 ездил на 8 месяцев в Брюссель Участвовал в руководстве ростовской забастовкой 1902 года Скрываясь, вынужден был уехать за границу Женеву уже там узнал, что ростовчане избрали его делегатом от Донского комитета на два съезд партии Участник два съезда РСДРП в свободное от заседания время По вечерам Эса Гусев великолепным баритоном Пилария из опер «Романсы» Осенью 1903 объехал южные города с докладами о съезде Затем выехал за границу, где оставался до ноября 1904 года Участник революции 1905 года С декабря 1904 года по май 1905 Секретарь Петербургского комитета РСДРП и член бюро комитета большинства Затем секретарь Одесского комитета РСДРП Во время прибытия в Одессу восставшего броненосца Князь Потемкин Таврический Написал в. и. Ленину письмо В котором предлагал воспользоваться ситуацией Захватить в свои руки власть в городе И создать временное революционное правительство С 1906 организатор большевистской организации железнодорожного района Москвы Весной 1906 ездил в Стокгольм на Айвис ЕСТ РСДРП В сентябре 1906 года был арестован в Москве Провел в тюрьме 9 месяцев Затем был выслан в город Береза в Тобольской губернии Через год был переведен в Тобольск Откуда весной 1909 бежал В течение лета и осени 1909 по поручению ЦК объезжал южные города Затем работал около двух месяцев в Одессе В 1910 отошел от партийной работы Как писал сам Гусев Острые нервные заболевания Начавшиеся в Терриоках и затем крайне усилившиеся вследствие пребывания на нелегальном На долгие годы вывело из строя и лишило возможности продолжать партийную работу Которая возобновилась только в 1917 году Работал секретарем, корректором военной энциклопедии Издававшийся Эйде Сытиным После Октябрьской революции Во время Октябрьской революции 1917 возглавлял секретариат Петроградского военно-революционного комитета В феврале-марте 1918 секретарь комитета революционной обороны Петрограда Затем управляющий делами Северной коммуны Ближайший сотрудник Г.Е. 1919 в его непосредственном подчинении находились органы советской военной разведки Члены РВС Юго-Восточного, Кавказского, Юго-Западного и одновременно Южного фронтов С января 1921 года по февраль 1922 Начальник политуправления РВС Р и одновременно председатель Туркестанского бюро ЦК РКП В феврале 1922, апреле 1924 Члены РВС Туркестанского фронта В 1923-1925 член коллегии наркомата рабочей крестьянской инспекции СССР Гусев возглавлял военно-историческую комиссию по изучению опыта мировой и гражданской войн при РВС СССР В 1925-1926 заведующий отделом печати ЦК ВКП С 1928 руководитель Центральноевропейского секретариата Коминтерна С 1928 кандидат в члены исполкома Коминтерна В 1929-1933 член Президиума и Ки Автор работ по истории гражданской войны Похоронен в Кремлевской стене Семья, жена, Феодосия Ильинишна Драбкина Революционерка, прообраз пропагандистки Наташи В романе Горького Мать, дочь Драбкина, Елизавета Яковлевна Писательница, бездетная Была репрессирована Сочинение Красной Армии к годовщине ее образования 1919 уроки гражданской войны 1920 единый хозяйственный план 1920 реорганизация рабочей крестьянской Красной Армии Материалы к Икс-съезду РКП Военная типография штаба РККМ 1921 Наши разногласия в военном деле Газета «Красная звезда» 1925 гражданская война и Красная Армия С.Б. Военно-теор и военно-полит С.Т.М.Л. Гасиздат 1925 Гражданская война и Красная Армия Сборник статей Воениздат М. 1958 Награды Два ордена Красного Знамени Источники Энциклопедический словарь 1953 год Исторический справочник марксиста Деятели СССР и революционного движения России Энциклопедический словарь Гранат М. Советская энциклопедия 1989 Абрамов Алексей У Кремлевской стены Энциклопедический словарь Продолжение следует...